Привет! Продолжаем серию тренировок с фитнес-резинкой. Прошлое занятие было на развитие ягодиц. Очень многим зашло, понравилось, классно. Кто пропустил, вот здесь прикрепил этот ролик. Надеюсь, не ошибся с рукой. Сегодня поработаем над развитием мышц плечевого пояса, рук и спины. Понадобится нам опять-таки фитнес-резинка. Если есть набор из нескольких штук, подготовьте весь набор. Ну или не весь набор, но как минимум две разных резиночки. Одна будет очень тугой, вторая очень легкая. Работаем сегодня так. 30 секунд выполняем задание, 15 секунд отдыхаем. Если упражнение выполняется асимметрично, то есть только правой рукой или только левой, то мы работаем 30 секунд правой рукой, 15 секунд отдыхаем, затем 30 секунд левой рукой. Чтобы вы не запутались, все упражнения заранее показаны на экране. Таймер тоже будет на экране. Просто слушайте внимательно и постарайтесь сделать упражнение качественно. Первое упражнение выполняется лежа на коврике. Включаю для себя таймер. Принимаем исходное положение на животе. Поднимаем руки вверх. Ноги вместе. Приподнимаем корпус, приподнимаем ноги, подтягиваем резиночку к груди. При этом стараемся всегда сводить лопатки вместе, тянуть локти в стороны. И не задирать голову вперед, смотреть строго вниз. Работаем плавненько, спокойно. На каждый подъем выдох. Чтобы такого не случалось, не надевайте резиночку на кончике пальцев. Скажу по секрету, мы снимаем эту тренировку третий раз в силу всяких технических сбоев. И уже не так бодро, как первых два получается. Держим корпус ровно, грудь вперед. Здесь мы стараемся разделить для себя в голове движение на две четких фазы. Первое, сведение лопатки. Второе, работа именно на сгибании руки. Сверли лопатки, потянулись к груди вперед, согнули руку. Только в этом случае будет работать правильно именно спина. Если будете просто дергать резиночку, спина работать, соответственно, не будет. Сверли лопатки, потянулись к груди вперед. Отдыхаем. Работаем зеркально в другую сторону. Сверли ровненько, спина ровная, грудь вперед. Начали. Лопатка, вернулись. Плечико за спину, вернулись. Старайтесь не отвозить широко куда-то в сторону локтя, тянуть их близко к корпусу. И если у вас есть разные резиночки, на первое движение можно было брать резинку помягче. На это движение подойдет резиночка более тугая. С движением вы справитесь и спинка поработает гораздо лучше. Следующее упражнение выполняется стоя. Здесь важно уловить правильную технику. Мы слегка растягиваем резиночку и опускаем ее сюда к подвздошным костям. Тянемся грудью вперед, лопатки свели. Выносим ручки вверх, не меняя угол в локтевых суставах. Работаем плавно, все время акцентируем свое внимание на том, что лопатки остаются сведенными. На том, что мы не меняем угол в локтях. Мы не выпрямляем руки нигде, держим их слегка согнутыми. Обратите внимание, как работают мышцы спины при этом. Все время лопатки сведены. В нижней точке, в верхней. Насколько это возможно. Отдыхаем. Следующее движение это сгибание рук с резиночкой. Одна рука прижимает резинку в бедру. Вторая рука пытается растянуть резиночку, поднять руку к противоположному плечу. Работаем к противоположному от той руки, которая держит резинку сама собой. Работаем плавно. Резиночку нигде не бросаем. Так тоже будет, конечно, интересно. Взрывная нагрузка. Но сегодня у нас цель другая. Сегодня цель освоить какие-то азы техники работы с эспандером, с резиночкой. И это должна быть плавная, подконтрольная работа. Меняем ручки. Прижимаем теперь уже в моем случае правой рукой резиночку к бедру. Левая рука будет поднимать резиночку вверх. Звук пишется в этот раз. Работаем плавно. Растягиваем резиночку, насколько хватает сил. Если вдруг вы чувствуете, что вам слишком легко, значит вы просто взяли слишком легкую резинку. Возьмите немножечко туже. Если же наоборот вам слишком тяжело, то вы можете руку нижней немножечко согнуть и уменьшить амплитуду, тем самым сделав движение возможным. Отдыхаем. Теперь движение ровненько наоборот мы выполняем. Рука удерживает резиночку наверху. Наша задача не менять статическое положение руки, которые ее удерживают. И выпрямить ручку вниз. Вытолкнуть ее вниз плавно, но сильно. Работают в этих двух упражнениях мышцы андагониста, бицепс-рицепс, но далеко не только они. В работу включаются плечи, в работу включается спина. А если у вас большой опыт тренировок, то можно даже пресс подключить. Когда вы будете держать корпус собрано, стараться не сгибаться в стороны, сконцентрироваться на том, что кор напряжен. Очень хорошо на зальной терминологии пампят руки. То есть мышцы наливаются кровью, большой пятой крови к мышцам. Это сразу делает нас визуально чуточку более объемными, очерченными. Но эффект носит временный характер. И вскоре после тренировки мышцы опять придут в свой первозданный вид. Но когда вы будете спать, восстанавливаться на маленький-маленький микрончик, все-таки они подрастут. И так потихонечку-потихонечку строится физическая форма. Фух! Отдых. Одно из самых противных упражнений, но очень классных для ваших плеч. Мы слегка сгибаем ручку, слегка растягиваем резиночку. И дальше все 30 секундочек работаем такими вот плавными движениями. Без рывков, спокойно, плавно. Зачем мы тут следим за тем, чтобы резиночка не получалась у нас, не провисала вот в такое состояние. Все время слегка растянуто. Работаем, работаем, терпим, плечи горят. Огнем. Особенно почему-то у меня. Итак, нас ждет второй такой же круг. Второй круг будет делать гораздо веселее, потому что мышцы уже устали. И это будет совсем другая история. Поехали. Я второй круг делаю немножечко быстрее, потому что я могу не акцентировать внимание на том, что мне нужно что-то вам рассказывать. Вы уже все запомнили. Ножки можно от земли отрывать, можно не отрывать. Принципиальной разницы не будет. Когда мы бедра отрываем, упражнение становится немножечко тяжелее. Тяга резиночки. Еще раз обращу ваше внимание на то, что мы разделяем в голове движения на две части. Во-первых, сидим красиво. Во-вторых, мы сначала сводим лопатки. Можете сделать пять-десять движений только лопаткой. Обратите внимание, рука почти не сгибается. Затем уже включаем ручку. Ручку. Свели лопатки. Они должны поздороваться за спиной. Правой и слевой. Отдыхаем. Меняем ручку. Повторяем зеркально на другую сторону. Ждем сигнал. Поехали. К себе тянем резиночку, делаем выдох. Выдох. Не сгибаемся, сидим ровненько, красиво тянемся всегда грудью вперед. Отдых. Резиночка очень недооцененный многими тренерами инструмент. Она не занимает много места, много не весит. Можете взять с собой в отпуск. Если нет возможности и желания ходить в зал, сделать свои тренировки гораздо более эффективными. Давая мышцам то самое внешнее сопротивление, благодаря которому они становятся на следующую ступеньку адаптации и делают ваше тело более сильным, красивым, подготовленным ко всем жизненным ситуациям. Когда-то, когда я занимался сам пауэрлифтингом, поднимал штанги далеко за 200 килограмм, мне тоже казалось, что фитнес-резинка это что-то для детского сада. Но, фух, с тех пор прошло довольно много лет и свой взгляд на это я пересмотрел. Даже сейчас чувствую, как меня эта резиночка потихонечку выводит из строя. Особенно на втором круге это ощутимо. Есть даже ощущение, что все три секундочек, вероятно-то, и не смогу поработать. Горит плечо, горит бицепс. Работайте, пожалуйста, вместе со мной. Терпите. Все по-настоящему. Если многие тренировки собственным весом я снимал, и мне объективно было очень легко, я понимаю, что человеку неподготовленную физически это сделать тяжело, но я, в принципе, нагрузку не чувствовал. То здесь я страдаю по-настоящему. Фух. Поехали. Это не значит, что вы не сможете справиться, это значит лишь то, что можно взять резиночку помягче. Сделать меньше повторений, но постараться поработать все 30 секундочек. И когда вы будете повторять эту тренировку позже, сделать больше движений, больше объем за то же время. Ух, 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 как хорошо. У нас осталось разгибание руки правой, левой и мое любимое движение на отведение рук в сторону с резиночкой, которая прекрасно включает работу плечи. Что ж, поехали. Если мы работаем правой ручкой, левая рука держит резиночку, правая тянется к правой ноге, даже немножечко туда в сторону за нее. Максимально увеличиваем амплитуду. Можно делать так, это короткая амплитуда, которая не будет столь эффективна. Но если вы понимаете, что сил нету, можете сделать амплитуду короче и не стоять, а доработать все это время. Это какая-то заколдованная тренировка на самом деле, скажу вам по секрету. Приходится снимать ее третий раз, все время что-то случается. Причем, когда весь материал уже отснят, это обнаруживается. Сегодня мы снимаем ее второй раз подряд. И я первый раз на самом деле поработал хорошо. Сейчас я повторяю, и это прям, прям сильно. Надеюсь, в этот раз все будет хорошо. Вы услышите все, что говорю я. Звук меня не подведет. И не начнется неожиданный ливень стеной. Не налетят москиты, клещи. Что еще там у нас происходило? Не будут падать деревья. По крайней мере, делают вид, что сейчас упадут. Фух. Ой-ой-ой. Осталось последнее движение. Если мы выполняем движение, когда ручка опущена вниз, напомню, что сейчас мы растягиваем резиночку в стороны, то это будет не так тяжело, это будет, в принципе, довольно терпимо. Чем ближе корпус и резиночка, как это сейчас в моем случае, тем легче. Чем дальше от корпуса резиночка, тем тяжелее. В положении, когда ручки параллельны полу, это очень-очень тяжело делать. Обращаем внимание, что даже когда мы вытягиваем руки, мы сводим лопатки вместе. Мы не делаем таких движений. Это будет еще сложнее. Но есть свои нюансы в таком положении. И старайтесь его избегать. Свели слегка лопаточки. Работаем безопасно. По ощущениям, если бы я еще сегодня что-то ел, то я был бы сейчас вот такой вот огромный. Кажется, что меня всего раздуло и налило. Очень классная тренировочка. Надеюсь, вы ее тоже сделали вместе со мной. Не поленитесь оставить комментарий, если вдруг вы не подписаны на канал, то что случайно нашли, подписаться, остаться со мной. Я стараюсь сделать все качественно и честно. Это была тренировка программы Fit Me. Я Алексей Кольцов. В принципе, пока.